МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого мытищенского информационная программа День в студии Аллы Сталаева. Смотрите в первой части выпуска. Подмосковье готовится к субботникам. Первая акция по наведению чистоты и порядка уже в эту субботу. Проблема утилизации твердых бытовых отходов по-прежнему в центре внимания. Сейчас у нас будет достаточно жаркая полейника в отношении выставленных счетов. До 18 запрещается. Сотрудники полиции выяснили, соблюдают ли закон мытищенские предприниматели. Паспорта никто не спрашивает, возрастом никто не интересуется. А теперь об этом и многом другом более подробно. Первые субботники в Подмосковье пройдут уже 30 марта, дав старт месячнику благоустройства. Уже в эту субботу во всех муниципалитетах состоится парад коммунальной техники, после которого всех пригласят на субботники. Акции по наведению чистоты планируются также 6 и 13 апреля. А завершится все общеобластным субботником вместе лучше. Принять участие в субботнике призывают организации, ответственные за уборку, в том числе государственные и муниципальные бюджетные учреждения, пользователи земель лесного фонда, собственников земельных участков, представители предприятий торговли и всех жителей региона. Сегодня на портале Добродел начинается голосование по выбору мест, где, по мнению горожан, в первую очередь необходимо навести порядок после зимы. Жители Подмосковья могут стать участниками мирового флешмоба хэштег трэштег. Чтобы присоединиться к онлайн-субботнику, нужно навести порядок на выбранной территории и разместить в соцсетях фотографии в формате до и после. В Подмосковье публикации субботника в этом году объединит хэштег грязи нет. Проблема утилизации твердых бытовых отходов по-прежнему в центре внимания. Очевидно, что сам механизм организации сбора отходов и вывоза их на отдаленные полигоны пока не дает расчетных показателей. Может, все дело именно в расчетах. К такому выводу пришли участники расширенного заседания Общественной палаты городского округа Мытища, на котором были высказаны мнения многих горожан и представителей общественных организаций. С награждения началось очередное пленарное заседание Общественной палаты за освещение деятельности мытищинских общественников. Почетной грамотой награжден коллектив газеты «Неделя в округе». За содействие в организации мероприятия отмечены руководители мытищинских предприятий, среди которых директор МУП управления заказчика Денис Волжин. Повестка встречи включала в себя рассмотрение сразу нескольких важных тем. Первым выступил начальник контрольного управления мытищинской администрации Сергей Покатило. Он рассказал о работе по борьбе с борщевиком, которая начнется в округе в летний период, а также о контроле за безнадзорными собаками. Напомню, сейчас в Московской области используют метод ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. Не меньше общественников интересовала судьба мытищинских бобров. Сергей Покатило рассказал о текущей ситуации. На сегодняшний день мнение как бы разделилось двоя, как граждане не просят, как всегда, вывезти, другие просят не вывозить, оставить их. Поэтому сейчас будем решать, или же мы их будем здесь оставлять, или мы будем их вывозить. Поэтому я не готов сейчас вам сказать, все будет приниматься комиссией, в которую входят представители Московского Дома, Министерство экологии Московской области и представители нашей общественности. Но самый большой резонанс в ходе заседания вызвал вопрос вывоза твердых бытовых отходов. Александр Черняев, начальник управления ЖКХ и благоустройства, рассказал о новой реформе. Изменения коснулись всех этапов работы с мусором. Да, я согласен со всеми присутствующими, со всей критикой, которая несется в адрес регионального оператора. Сейчас у нас будет достаточно, я так понимаю, жаркая полинка в отношении выставленных счетов по поводу работы с твердыми коммунальными отходами. Оправдываться не буду. Хочу лишь проинформировать о том, что работа эта большая, работу эту выполнять нужно было. Новые платежки вызвали большой резонанс. Стоимость теперь зависит от площади квартиры. Вот только эти данные нередко не соответствуют действительности. В этот день ответить на вопросы было некому. Представитель Сергиева Посадского регионального оператора на встречу не приехал. Ситуацию прояснили представители расчетных учреждений округа. Повышение цен не планируется. По перерасчету все, которые по внесенным изменениям в площади будут проведены. Мы так как исправляем, как на основании заявлений жителей, так и в беззаявительном порядке, так и в беззаявительном порядке проверяемся с управляющими компаниями. Председатель общественной палаты Игорь Савош предложил все прозвучавшие в ходе заседания вопроса направить региональному оператору. В завершении выступила Елена Сюмак. Она рассказала о подготовке к ежегодному фестивалю «Дружба народов». Праздник, участие в котором принимают национальные автономии округа, состоится 17 апреля. Анна Мусаликина, Сергей Берзин, Денис Корнев. Информационная программа «День». В Московской области появится система эко-мониторинга. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии Дмитрий Куракин. По его словам, одним из основных направлений работы ведомства в 2019 году станет создание единой базы контроля за состоянием окружающей среды. Полноценного эко-мониторинга сегодня в Московской области нет. Для работы мы используем данные Росгидромета, но этого мало. Прежде всего, потому что нам нужно точно знать, откуда появился запах и кто в этом виноват, опасен он или нет. Мы создадим подведомственную организацию, где сосредоточим технические, кадровые и финансовые ресурсы для проведения мониторинга. Это будет лаборатория и центр управления, где будут аккумулироваться все полученные данные. По нашим расчетам, ежегодное обеспечение системы составит приблизительно 120 миллионов рублей. Пилотный проект одобрен губернатором. Он будет реализован в ряде муниципалитетов области, где установят 50 датчиков контроля атмосферного воздуха, которые позволят оперативно получать информацию и точно локализовать источники загрязнения. Также в рамках проекта на 500 тысяч рублей закупят и оборудуют два беспилотника, которые будут задействованы в эко-мониторинге. Дмитрий Куракин отметил, что сейчас в области действует только одна передвижная лаборатория в Балашихе. Но уже в следующем году будет закуплено и оборудовано три таких объекта. Сотрудники межмуниципального управления МВД России Мытищинская провели очередной рейд по продаже спирта, содержащих напитков несовершеннолетним гражданам округа. На этот раз правоохранители выехали с проверкой на сельские территории муниципалитета. Случай продажи алкоголя несовершеннолетним регистрируется в том числе и на территории городского округа Мытищи. На этот раз в одном из магазинов округа, расположенного в поселке Белениново, продали спиртную молодому человеку. В нескольких точках были выявлены факты продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. Паспорта никто не спрашивает, возраст никто не интересуется. Мероприятие инициировано представителями организации Потребительский общественный совет. В рамках рейда осуществляется контроль совместно с сотрудниками межмуниципального управления МВД России Мытищинская. Ни в одной не спросили паспорт, в одной продали на двух кассах не спросили, во второй продали на одной кассе в два раза. Также не заинтересовались возрастом. В марте только в этом магазине сотрудниками полиции выявлено пять случаев продажи алкоголя подросткам. Какое наказание влечет за собой подобное правонарушение? Если продавец-кассир какого-либо магазина продал несовершеннолетним алкогольный напиток или спиртосодержащие напитки, то за это предусмотрим наказание от 30 до 50 тысяч рублей на физическое лицо. Алла Сталаева, Александра Сулимская, информационная программа «День». В Московской области завершается переход на цифровое вещание. С 15 апреля, обещаю специалисты, на всей территории жители смогут смотреть два десятка каналов в современном формате. Доступны они будут и обладателям современных телевизоров и устаревшей аппаратуры. В поселке Поведники жители вовсю готовятся принимать четкий сигнал без помех. Наш корреспондент с подробностями. В зале администрации поселка Поведники нет свободных мест. Собрались старосты всех плеслежащих деревень. Как перейти на цифровое вещание, рассказать им приехал специалист по информационным технологиям. С 15 апреля все жители области получают возможность смотреть два десятка телеканалов в современном формате. Рябь, помехи, шипение уходят в прошлое вместе с аналогом. И сельчане не хотят отставать от прогресса. Как же отставать от жизни? Мы же тоже в ногу со временем хотим идти. Приедет мастер, все сделает, уже договорилась мыть и съездить. Планы перехода на цифру появились еще в начале 2000-х. Была утверждена федеральная целевая программа, которая определила этапы и сроки реализации проекта. Для страны перейти на цифровые технологии в телевещании в первую очередь значит обеспечить качественным сигналом жителей отдаленных районов. Во-первых, это большее количество каналов. Если сравнить с аналогом, то есть территории, населенные пункты, в которых жители могут принимать, например, 4 канала, 5, 6, 7. Цифровое телевидение дает доступ к 20 телеканалам и 3 радио вне зависимости от удаления населенного пункта, либо от численности жителей, которые в нем проживают. Следующий параметр – это же, конечно, качество картинки и качество звука. Цифровое вещание будет бесплатным. Принимать его смогут все современные телевизоры. Достаточно проверить в инструкции, поддерживает ли оборудование стандарт ДВБТ-2. Если да, то с помощью меню настроек начать поиск цифровых каналов. Если телевизор старого образца, потребуется приставка. Она продается в магазинах, средняя цена около 900 рублей. Подключается к обычной вашей аналоговой антенне и как видеомагнитофон, как приставка подключается к телевизору либо через карты, либо через HDMI разъем, либо через привычные нам всем тюльпаны. Для того, чтобы жители всей страны могли смотреть программы в лучшем качестве, в стране провели модернизацию эфирной сети, в том числе телебашин. Десятки тысяч передатчиков уже работают по всей России. Процесс начался еще в 2010-м. Сейчас, когда проект вышел на финишную прямую, некоторые жители, в том числе поведников, уже смотрят телевидение высокой четкости. Другие же активно готовятся. Отличные. Сейчас лучше, чем вы говорите? Конечно. А что любите смотреть? Я люблю кино смотреть и развлекательные передачи люблю смотреть. Слушала рекламу видео. Сами будете приходить? Будем. Сами справитесь с настройками? Я думаю, что да. Ну или как в рекламе позвоним по телефону. У нас нормальный телевизор. Я надеюсь, что он пройдет без приставок, без покупки приставок. То есть самостоятельно с настройкой справитесь? Да. Думаю, что да. А вообще, как, чего ждете? Красок. Яркость и четкость красок. Жанна Лавянникова, Олег Степанов. Информационная программа «День». Смотрите во второй части выпуска сразу после социальной рекламы. В Московском областном университете стартовал конкурс «Студенческая весна-2019». Выставка «Театры России» открылась в Центре культуры Подмосковья. Для многих людей это как бы мечта. Все на легкую атлетику. Матичинские спортсмены готовятся к областным соревнованиям. Меня отдали в футбол. Я понял, что это не мое и решил в легкую атлетику. Мам, вот приставка для цифрового телевидения. Не извини, надо бежать. Потом приеду, все настрою. Только не опоздай, а то аналог отключат. Успею, не волнуйся. Давай все настрою. Я уже все сделала. Позвонила по телефону 8 800 220 2002 и мне помогли настроить. С 15 апреля аналоговый сигнал отключат в следующих регионах. Узнайте, как перейти на цифру. По телефону 8 800 220 2002 или на сайте смотрицифру.рф. Зачем мне нужно сортировать мусор и выбрасывать его в разные контейнеры? Потому что пришло время задуматься о будущем. Сейчас весь мусор без разбора сбрасывается в один мусорный бак. Отходы превращаются в одну большую кучу. Появляется неприятный запах, а вокруг городов растут огромные свалки, которые мешают жить и портят экологию. Но уже сегодня Подмосковье переходит на раздельный сбор мусора два бака, цель которого – улучшить экологическую обстановку. Во дворе установят два контейнера. Синего цвета с бутылкой – он предназначен для сбора сухих отходов. Второй серого цвета с бананом – для смешанных отходов. Сортировка мусора снизит объем и количество мусорных свалок в два с половиной раза. Сортируя мусор сейчас, мы помогаем спасти нашу экологию. Два бака – одно чистое Подмосковье. В Московском областном университете стартовал конкурс «Студенческая весна-2019». Вузовский этап – часть большой всероссийской программы поддержки и развития студенческого творчества. В конкурсе участвуют миллионы молодых людей из 70 регионов страны. Жанна Лавянникова с подробностями. За кулисами концертного зала «Суматоха» конкурсанты оттачивают последние детали своих номеров. Изабелла Апакуа-Джиманг выступает в номинации «Уличные танцы». Второкурсница факультета психологии танцует с трех лет. Африканка по папе, украинка по маме, девушка сама – настоящий взрыв энергии, как и искусство, что представляет. Уличные танцы – это хореография, которая пришла с улиц. И в принципе это современное направление, немного более современное, чем эстрадные танцы. Коллектив «Муж» из двух первокурсниц подготовил армянский танец. Сусанна Абрамян в хореографии 12 лет и обучила нескольким па и подругу. Так как она меня учила танцевать женскую партию, женская партия – она несложная, она элегантная, красивая. Мы на первом курсе, чтобы разнообразить нашу студенческую жизнь, мы решили поучаствовать. Разукрасить свою жизнь решил и Павел Аникин. Он ведущий вечера, и это дебют. Волнуется вместе с конкурсантами. Желаем всем победы, удачи и особенно победу в номинации гран-при. Праздник открывают победители Всероссийской студвесны прошлого года командам «Гоу» по чирлидингу. В этом году в университетском конкурсе увеличилось количество номинаций, их 12. В этом году был разделен танец на танец эстрадный, танец уличный, был разделен вокал, вокал джазовый, вокал эстрадный, вокал народный, танец также народный. Появилось инструментальное исполнение. Это на музыкальных инструментах у нас представлено два номера. Это на фортепиано и дуэт саксофон и скрипка. Победители вузовского этапа поедут на областной, а потом, возможно, и на всероссийский. Масштабы конкурса «Студенческая весна» поражают. Он проводится в сотнях вузов страны, насчитывает миллионы участников разных творческих направлений. Всегда конкурс проходит активно, интересно, и множество ребят в нем участвуют, как участники на сцене, и так же, как зрители. Мы рады, что нас зовут и приглашают смотреть на этот конкурс и даже больше оценивать участников. Это, конечно, очень тяжело, потому что ребята показывают разнообразно и на высоком уровне. Первый конкурс стартовал в 92-м году и за эти годы стал Всероссийской программой поддержки и развития студенческого творчества. Жанна Лавянникова, Андрей Капустин, информационная программа «День». Центр культуры Подмосковья славится своими театральными и сценическими традициями. И каждый год в День театра здесь проводится символическая акция, наполненная особым смыслом. В этом году это познавательная выставка «Театры России», рассказывающая о самых ярких страницах отечественного театрального искусства. Есть ли более театральная страна в мире, чем Россия? Ведь ее столица, Москва, давно признана театральной меткой. Мы с детства помним названия великих театров как имена собственные, как символы мировой культуры. Большой и Малый, Вахтангова и БДТ, Тагангой и Современник. О них и рассказывает выставка в центре Подмосковья. Причем для кого-то впервые. И она ориентирована на подрастающее поколение, которое, к сожалению, многие не знают. Ни историю театра никогда не посещали эти театры. И выставка носит и познавательный характер, и, конечно же, мы отдаем дань уважения тем замечательным творческим коллективам, которые работают в театрах. Увы, такое бывает. Не все побывали в театрах, о которых слагают легенды. И, значит, какое их ждет еще открытие? Мечта каждого, кто приезжает в Москву, это, конечно, побывать в большом. Потому что это для многих людей, это как бы, это мечта, это сказка. А во Мхате, в Ахтанговском, в Ленкоме вас ждет мир великой русской драматургии и непревзойденного психологического театра. А таких театров у нас больше всех на земле. И потому такое внимание к своим местным театрам и только начинающим свой творческий путь молодежным театрам. Вот, например, театр «Домой» отметил свое десятилетие именно в стенах культурного центра Подмосковья. Выпускник театра «Домой» и ныне у нас артист театра Вахтангова. Начинал в театре «Домой». Мечта моя – оказывать всяческое содействие этим юным актерам. Кто знает, может быть, завтра они станут театром юного зрителя. С этого когда-то начинали все великие театры. И так они вырастали в наше национальное культурное явление, без которого невозможно представить себе культуру вообще. Сергей Берзин, Денис Корнев, информационная программа «День». Выставка украинского скульптора Алексея Леонова открыта в Матищинском историко-художественном музее. Автор популярен в мире искусства. Работа Алексея Леонова находится на всех континентах земного шара. А экспозиция, представленная сегодня матищинцем, побывала в сотне городов. Свои скульптуры мастер посвящает мыслителям, первооткрывателям и духовным наставникам. Таким как Леонардо да Винчи, Иисус Христос, Серафим Саровский, Александр Пушкин, Юрий Гагарин и другим. Они сделаны из шамотной глины. Материалы, которые позволяют передавать мельчайшие детали. Среди первых посетителей выставки были и мои коллеги. «Свет ищет человечество» – так называется выставка, открытая в Матищинском историко-художественном музее. Ее автор – украинский скульптор Алексей Леонов. В мире искусства считается молодым, но популярным. Как скульптор, хотя он молодой, но настолько плодовит, уже за свои, так сказать, вот эти годы, 30 с небольшим лет, он, конечно, очень много сделал, как профессионал, как художник, потому что много работает, трудолюбив очень. Ну, вот у него есть помощники, в том числе Николай Владимирович Макаренко, который ему, конечно, помогает организовывать вот эти перевозные выставки. Скульптуры, с которыми сегодня могут познакомиться мытищинцы, уже видели в сотне городов России, Белоруссии и Украины. Например, сейчас Алексей Леонов находится в Риге, где также проходит выставка его работ. Именно поэтому в городе Мытище мастера представляют его кураторы. Сейчас его творчество очень востребовано. Одних только памятников Гагарину поставлено в 50 городах мира. Поставлены памятники Крошенштерну на мысе Горного в Чили и Льву Толстому, матери Терезы Ломоносову. Скульптуры и скульптурная композиция Алексея Леонова установлены в 80 городах мира. Фотографии некоторых из них также стали частью экспозиции, представленной в городе Мытище. Своё творчество, как вы поняли, скульптор посвятил персонам, изменившим жизнь человечества – мыслителям, первооткрывателям и духовным наставникам. Все образы, которые представлены в нашем зале, они рассказывают не только о России, не только о духовной культуре. Они помогают посетителям вспомнить обо всей мировой культуре и знаковых людях, которые внесли в неё вклад. Алексей Леонов востребован, объясняют его опекуны ещё и потому, что тема, к которой он обратился, пробуждает лучшие чувства в зрителях. Люди, которые приходят на его выставки, на самом деле получают заряд небывалого энтузиазма, восхищения и пробуждения каких-то чувств, сердечной энергии, которые заставляют людей подумать совсем по-другому, посмотреть на происходящие вещи в мире. Такие образы, как Иисус Христос, Сергий Радонежский, Леонардо да Винчи, Юрий Гагарин, Александр Пушкин и другие, помогают понять назначение человечества на земле, ведут к любви, миру и взаимопониманию. Например, когда Алексей Леонов был в Ватикане и, пользуясь случаем, подарил папе римскому статуэтку святого Франциска Осисского, тот в свою очередь предложил прочесть молитву «Отче наш» на русском языке. То, что происходит сейчас в мире, оно нас не может оставлять равнодушным. А искусство, как всегда, оно интернациональное и объединяет практически все народы мира в одном, на то, чтобы утвердить человека к устремлению к высшему, к прекрасному. Вот уже несколько лет Международный художественный фонд выставляет работы Алексея Леонова в городах России и зарубежья. Большинство из них выполнены в технике шамотной глины. Материал позволяет мастеру досконально передать детали. Также в Матищинском историко-художественном музее представлены бронзовые скульптуры. Интересно, что к каждой работе приложена аннотация. Она дает возможность прочитать, что за персонаж, о чем идет речь. Это очень полезно для того, чтобы люди образовывались и понимали, что это непростой человек изображен, портрет какого-то выдающегося дети. В истории сотрудничества Международного художественного фонда и Матищинского историко-художественного музея выставка Алексея Леонова – второй проект. И вот еще что интересно. Здесь она открывает череду экспозиций, посвященных скульптуре. Нам хотелось показать, что помимо живописи, декоративно-прикладного искусства, графики, которые очень часто можно видеть в наших залах, есть еще вот такой вид искусства, необыкновенно образный. Выставка скульптора Алексея Леонова «Светочи человечества» продлится до 12 мая. Надежда Трифонова, Олег Степанов, информационная программа «День». Такое направление спорта, как легкая атлетика, сейчас активно развивается в городском округе Матищи. Юные спортсмены есть, и найти профессиональных тренеров для спортивной школы «Авангард» не проблема. Молодые специалисты уверены, что их юные воспитанники станут настоящими чемпионами. Зал спортивного комплекса «Строитель» стал местом проведения тренировки по легкой атлетике спортивной школы «Авангард». Группа начинающих спортсменов занимается у молодых, но перспективных тренеров Станислава и Владислава Самаринах. Много лет профессионально занимаясь этим видом спорта, парни поняли, что хотят поделиться своим мастерством с детьми и выбрали профессию тренера. Очень много думали, куда же нам все-таки в будущем податься. Ведь профессий очень много, и можно легко запутаться. Ну, так как наш тренер был очень хорош, добр, отзывчив и справедлив, мы подумали, что почему бы нам бы тоже не поступить в Академию физической культуры и стать тоже тренерами. В группах у братьев занимается больше 30 человек. На тренировках молодые специалисты уделяют внимание каждому ребенку, демонстрируя, как правильно выполнять то или иное упражнение. Мы большое внимание уделяем общерезвающим упражнениям и таким способностям, как быстрота, координация, гибкость и ловкость. Ну и немножко силы. Легкая атлетика – это олимпийский вид спорта, включающий бег, ходьбу, прыжки и метание. Юные спортсмены пока что только осваивают азы. Но те, кто пришел заниматься, свой выбор сделали осознанно. У меня брат ходил в легкую атлетику, потом меня отдали в футбол. Я понял, что это не мое и решил в легкую атлетику. Мы бегаем сначала, потом разминку делаем, потом эстафетами делимся на группы, эстафетами бегаем, потом беговые упражнения и заминку. Тренер Владислав Самарин преподает легкую атлетику также в группе у детей с ограниченными возможностями здоровья. Он уверен, что спорт благотворно влияет на всех. А в своей методике преподавания планируют использовать самые современные подходы. Для того, чтобы технику, например, бега того же самого понять, изучить, нужно как раз использовать гаджеты, телефоны, специально программы через компьютер, которые можно смотреть, биомеханику движения. Здесь уже, да, конечно, нужно использовать технологии. Сейчас легкоатлеты готовятся к своим первым важным соревнованиям – первенству Московской области. Преодолеть предстоит дистанции в 500 метров и 1 километр. Соревнования пройдут в Щелково. Алла Сталаева, Андрей Капустин, информационная программа «День». А теперь к новостям в мире. Изобилие разнообразных цветов почти каждую весну привлекает в Калифорнийскую долину тысячи туристов. Многие из них, не задумываясь о последствиях, вытаптывают растения. В этом году цветущую природу оберегают рейнджеры. Долина антилопы в Калифорнии после дождливой зимы вся усыпана цветами. На ветру колышется калифорнийский золотистый мак, а по тропкам ходят многочисленные туристы. В этом году здесь присутствуют и местные рейнджеры. Они просят людей не сходить с дорожек и любоваться красотами природы на расстоянии. Причина в том, что в прошлом году во время суперцветения в долине повредили большую часть растительности. «Есть места, где люди фотографируют цветы и сходят с тропы. Там, куда они ступили, всё раздавлено и ничего не цветёт. На следующий день это голое место. Потом они делают ещё, шаг и ещё, и в итоге на склонах появляются длинные шрамы. Для этого достаточно нескольких дней». Несмотря на предупреждение рейнджеров и присутствие журналистов, некоторые туристы всё же заходят на цветущие полянки и фотографируются. Такие фотосессии небезопасны и для самих нарушителей. В долине водятся гремучие змеи. «Он сказал нескольким людям не сходить с тропинки». «Я поругал нескольких человек и велел им оставаться на дорожке». «Когда мы были здесь в прошлый раз, видели гремучую змею. Она была прямо у тропинки. Поэтому мы не сходим с неё». Охрана цветов важна для всей экосистемы. «Не будет цветов, пропадут жуки. Не станет жуков, исчезнут пятнистобокие игуаны. Пропадут игуаны, не будет змей. А потом и ястребы улетят. Видите, как тянется цепочка». Суперцветение в долине антилопы продлится четыре недели. Рейнджеры надеются, что смогут уберечь всю эту красоту. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. Ещё больше информации на сайте Первого Матищинского. А также подписывайтесь на нашу страничку в Инстаграм. Далее вас ждёт прогноз погоды. Оставайтесь с нами и спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»! Карту «Стрелка льготной тарификации» могут получить школьники, студенты, школьники сельской местности, военные пенсионеры. Для этого пройдите авторизацию и осуществите вход на региональный портал государственных услуг Московской области. Выберите категорию «Карты». Заполните все поля и перед отправкой проверьте правильность заполнения. Проверить статус заявления вы можете в разделе «Обращения». Для получения карты обратитесь в МФЦ. Для этого вам понадобится номер заявки, документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий право на льгот. Для активации карты оплатите её залоговую стоимость на сайте стрелкокарт.ру или в мобильном приложении. Пополняйте карту быстро и без комиссии на официальном сайте и в мобильном приложении стрелкокарт.ру Все, что надо, есть у нас уголь, нефть, природный газ. Мы всё это добываем. В результате получаем электричество, тепло, свет в дома и школы. Для машин бензин, масла, для продуктов холод. Но ресурсы, что дала щедрая нам природа, уменьшаются, друзья, с каждым днём и годом. Что же делать? Как нам быть? Как нам людям дальше жить? Будь один во всех делах, знать учёт и меру. Чтоб вернуться не пришлось, нам опять в пещеру. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok